Тут есть какой-то кружочек. А что это за кружочек? Справа и слева от этого кружочка там что-то располагается, вот в этих бусинке тут. Вике 6 лет и она не видит. Девочку пригласили на презентацию инклюзивных книг. Конкретно это издание рассказывает о профессии швии и рассчитано на самых юных читателей дошкольного возраста. В комплекте тематические пособия, нитки, иголки, швейная машина. Чтобы было понятно, что ноты у нас могут располагаться в разных положениях, и в зависимости от этого положения наш будущий композитор может еще и записывать музыку в каком-то виде, в каком-то образе. 9 книг о трех профессиях – швии, музыканты и массажисты. Это те сферы, где зачастую работают незрячие люди, такие мягкие для дошколят. В течение года эти книги шили 97 человек. Затем книжки постарше для детей младшего школьного возраста. Они многоформатные, у них рельефная графика и объемные иллюстрации. И для детей, которые совсем уже постарше, мы сдали книжку по Брайлю, которая продублирована укрупненным текстом. И в этой книжке мы уже дали даже учебные заведения, которые могут помочь им в получении профессии по данным специальностям. Обложка, рисунок. Соответственно, дальше уже идет вот ваш плоский текст. Потом спустя несколько условно страниц идет полностью наш текст по Брайлю. В создании книг участвовали специалисты Содружества библиотек Тюменской области и волонтеры, в том числе незрячие. Пособия уже опробовали в двух школах региона, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Всех желающих потрогать и почитать эксклюзивные издания приглашают в специальную библиотеку для слепых. Ирина Ищук, Денис Осколков, Тюменская служба новостей.